Здравствуйте, друзья! Наконец-то доделал я свой станок, это пильный станок по стали. То есть, видите, началось с того, что мне сын говорит, Па, купи себе монтажную пилу по металлу. Я говорю, как он? Я думал, в смысле, абразивную, отрезной круг. Он говорит, нет, круг по стали, пильный. Я говорю, не может быть. Он показывает на телефоне нагляди. Макита 28 тысяч, есть еще, по-моему, эволюшн там. Ну, и тут я, короче, заинтересовался этим делом, 28 тысяч я репа почесал. Ну, в принципе-то цена нормальная для такой вещи, да. Но хотелось бы подешевле, но я сразу у меня мысли сделать самому. Шпионская программа, которая отслеживает твои действия в интернете, выдала мне на ловца и зверь бежит другие диски, более дешевые, вот, профоснастка. Ну, люди пишут, что они ничем не хуже. Вот, 4800 стоит диск. 305 поставили. Ну, и, короче говоря, я начал делать его сам. Вы знаете, друзья, замечательная вещь. Вот, технологии шагнули, поставили. Во-первых, этому диску не требуется чугунной мощности, допустим, металлообрабатывающего фрезерного станка. Вот, если вы будете использовать дисковые фрезы, ну, знаете, дисковые фрезы, они не бывают, конечно, таких больших диаметров. Вернее, они бывают и таких, и больше бывают. А эти фрезы из быстрореза, они работают на очень маленьких оборотах. Вот так, грыг-грыг, грыг-грыг. Понимаете, им нужна там эмульсия, все дела, и им нужна жесткость фрезерного станка. А здесь вы можете сделать станок из абы чего. Ну, вот она делает еще там все это делает эти пивы из алюмина, наверное. Вот здесь проб трубы, там из фанеры. И она пидет сталь просто как прекрасно. Я ненавижу болгарочную воню. С чего дело началось? Он говорит, сын говорит, по, ты забудал своей болгаркой, воняешь, вечные двери открываешь на улицу, я печку топлю, а ты дверь расшагаешь, туда болгарку тянешь, тепло выпускаешь. Вот, мол, можно работать внутри помещения, никакой вони. Да, на самом деле, ребята, нет этой болгарки кашляю. Ну, все, кто работал болгаркой, сами узнают, потом, извиняюсь за выражение, сморканешь, а там сопли хоть на металлолом сдавай, а что это в организм, да, кружится, посмотришь на солнце, металл. А здесь вот, да, единственное, что, ну, сейчас я продемонстрирую, единственное, что у меня тут получилось, я поставил ремень зубчатый и в соответствии с зубчатой шкивой, а двигатель трехфазный, он допускается мгновенно, и он выбирает зазоры в этих вот зубах ремень, и такой хлопок, как будто, знаете, пастух кнутом, неприятно. Тут дело не в хлопке, конечно, а в том, что он его может порвать. Ёлки-палки, из-за этого что, я не знаю, частотник покупать? Ну, мне частотник-то, собственно, нужен на фрезерный станок. Ладно, пилим швеллер, я тут вчера швеллер пилил, мне нужно было швеллера пилить вдоль, вот смотрите, сотый швеллер, а тут у него толщина почти сантиметр, 9 миллиметров, смотрите, какой срез, ну, это вообще шикарно. Сейчас мы его поздравляем, швеллеров, это двойки стола одним, вдоль других попперек, вот смотрите, как щелкает. Ха, надо опустить, мало. Единственное требование к этому станку, это, чтобы медленно вращался диск, 1400 оборотов, то есть напрямую от двигателя. Ну, вот смотрите, я пильнул, ни облоя, ни заусенцев, вообще, просто сказка, а не работа. Как долго он проходит, я не знаю, круг новый, вот. Люди пишут, что он свое отрабатывает, тут можно, конечно, и с циклочкой водички побрызгать, это всегда на пользу. Так что, а уж профтрубу он перед, это вообще, я не знаю, какие-то для него... Это для него все равно, что... Деревяшку прилип, о. Да все ровненько, чистенько. Просто... У меня тут двое тисков. Одни вот попперек, а другие еще... Вот они у меня вдоль, но и они разворачиваются под градусы, так что если мне... Ну, господи, влезь фанеры, тут по-любому их можно присверлить к тиске. И что хочешь, что и делай, да? Вот тебе какая хорошая штучка, да? Вот, смотрите, ребят. То есть, продон у меня довольно-таки габаритный, он у меня метр в длину, он полтора метра, а то есть рабочая часть, рабочий ход метр. Ну, почему метр, хрен не знает. У меня были вот эти вот две профтрубы на 60, они были такой вот длинные, думаю, ну ладно, такое и сделаю. Мало ли, что придется пилить. Вот вдоль что-нибудь можно отпилить, да? Сделан он этот станок по принципу тоже маятника, то есть по принципу моего того станка, про который я говорил, параллельно строгольный. То есть, видите как, вот это вот фанерная плита, чик-чик, вот она у меня, подвешена на вот этой трубе. Вот она, видите, труба проходит сквозь вот эти вот суппорта, они обнимают вот эту вот 60-ю трубу. И тут подшипники у них обнимают. Но обнимают они там по-особому, сейчас я вам расскажу. Вот тут вот этот подрамничек, да, я его напрасно сделал, ну знаете, когда чертил на бумаге, думал, что так будет, а потом понял, что этот подрамничек вообще не надо было делать. Нужно было вот эту трубу, вот в этот вот кусочек сюда прямо засверлить и все. Ну ладно, хрен с ним с этим подрамником, теперь уже пусть будет. Вот она проходит, вот эта вот фанера на 40 склеена, потом две полосочки фанеры, сквозь них пропущена труба, я там выложу видео, как все это делать, и прямо на прилегание клеишь еще полосочку и сверху крышечку. Только вот эти полосочки, они должны быть толщиной точно такая же, как труба. И получается безнюхтовое соединение, ничего, сверлить, подгонять, призрывать не надо, ты просто берешь на клюю, прислоняешь, вот и все. А это ограничивает, чтобы они туда-сюда не ходили, а в случае чего я могу их подвинуть туда-сюда. И на этот случай у меня вот тут вот, видите, для винта паз сделан в этой вот трубе. В чем преимущество этого станка по сравнению, допустим, с теми пилами, которые продаются? Они, ой, на провод наступил, они, знаете, в чем? В том, что я могу добавить, круть, круть, видите, он на одной петле висит, как дверь, только лежа, понимаете? Вот точно так же у меня сделан параллельно строгольный был, только вместо вот этого вала, да, пильного, вот здесь фуганок, вот и все. А вот здесь вот такая железная дорога, то есть она не вверху, как здесь, а внизу должна быть, ну, как вот пиворама ездит ленточная, и там доска зажата, чик, пару миллиметров, прострогал, и так далее. И вот этот станок, я его, собственно, как задумал, понимаете? Здесь на нем, в принципе-то, можно отрезать любую болванку, даже не просто там профтрубу и швильдер, а, допустим, кругляк, даже на 200 миллиметров можно отрезать, то есть половину пропилил, потом перевернул, еще половину пропилил. Ну, только тиски придется обнизить для такого, ну, тут у меня подставка, есть куда обнижать. Ну, я, конечно, не пробовал, у меня просто нет такой болванки, нет необходимости в ней пока что, но вообще есть задумки. Понимаете, такая покупная пила, она такую толщу не сможет прорезать, там и в паспорте заявлено, что до 8 миллиметров, хотя люди там резали на ней, я видел, наверное, проток на 60 перерезали на эволюшене пиле. Вот, а здесь ты можешь, добавил пару-тройку там миллиметров, хоть пять, хоть там сколько угодно, да, шик-проход, шик-проход, и таким образом ты можешь прорезать любую, собственно говоря, болванку на вот таком станке, который собран из хрен поймешь из чего, из того, что под руки попалось. Вот, к примеру, есть такой канал, сельский токарь, я его иногда смотрю, там хороший мужик, у него токарный станок есть хороший, 16К20, только новые даже модификации, в общем, люди там занимаются. И он говорит, что мы раньше резали сваркой сотку, допустим, пруток, вы представляете, что такое, он же, во-первых, он каленый будет, это же надо отжигать потом. И потом они купили ленточную пилу по металлу, и говорят, как, ура, и попали. Ну, она режет пруток на 100 целый час, ну, это что это, какие-то, я не знаю. Благо, что подача автоматическая, но все равно, это непродуктивно. Ну, что это за скорость резания? Во-первых, она и пилает, и, наверное, там, слижется нафиг за час, мурыжет его. Вот такой штуковиной, я не знаю, мне кажется, я его быстро перерезал бы. Ну, вот он шевеллер режет. Ну, вот представьте себе, вот он, допустим, режет запросто, сантимет он режет. Десять раз прорезал, пруток отвалился. Это что, пять минут, наверное, вместо часа, вы представляете себе? Вместо часа пять минут. Так, дальше, ребят. Значит, что? Что тут у меня, что? Вот суппорта. Видите, 80-ка труба обнимает трубу 60-ку. А подшипники 30, а внутри 10. И тогда ты берешь, ну, под них тут окна вофрезеровываешь, или там болгаркой выпиливаешь. И берешь прямо пруточек 10-ку, надеваешь туда подшипники, ложишь прямо на тело вот такого. Ну, у меня тут специальный прихватик где-то валяется. Ну, допустим, вот такой вот он прихватил. То есть, раз, вот так. Поняли? И струбцинкой придавил. И все, и концы вот эти вот сваркой прихватываешь. И этот подшипник без всяких подгонок, ну, за счет своего такого размера, совпадения, он выбирает ровно зазор, так что 80-ка ходит по 60-ке. Ну, кое-какие подшипники тут подвисают. Вот, видите, подвисает. Он где-то может заработать, потому что просто она не слишком уж такая ровная, мягко выражаясь. Но, тем не менее, все обнимает. Вот, вот с этой стороны два подшипника, с ответной стороны один. Я вот так треугольничком их сделал. С этой стороны два, с этой стороны один. Этот ведущий суппорт, да, ведущий. А вот этот суппорт, он ведомый. То есть, здесь три, два, здесь один. А вот с этих сторон вообще нету подшипников. И они тут не нужны. Почему так? Потому что тогда не надо ловить межцентровое в трубах. А если вы сделаете и этот заневоленный по всем плоскостям, тогда надо очень четко, малейшая кривизна трубы, и она будет закусывать там, понимаете. А здесь похрену. Я даже признаюсь честно, я промахнулся, и вот там у меня расстояние меньше на 3 мм между трубами, чем здесь. И это никак вообще не сказывается на работе. Это будет сказываться лишь в том случае, когда вот этот лод начнет тереться об трубу, если настолько криво косо будет. Понимаете? То есть, вот этот ведущий, а этот вообще похрену. Эта плоскость его заневолена, а вот эта, она держится за вот эту. И за счет того, что суппорта довольно-таки длинные, полметра, никаких закусываний тут нет и быть не может. Я всегда делаю, вот если я делаю такую направляющую систему, я всегда делаю, чтобы один суппорт был заневолен по всем плоскостям, а второй только по нужным двум. Если я вот так заневолен, то как раз он начнет ловить межцентровое. И вот это вот сюда скрестись будет. А вот когда, значит, по вертикальным, вернее, по горизонтальным, то все в порядке. Ну, вы поняли, да? Вот. А здесь, ну вот, винт вот на такой петле, потому что движение это радиусное, поэтому он должен быть на такой петле. И все, и ты этим винтом вниз, вверх опускаешь. Я видел параллельные строгальные станки мужики делают там, по всем четырем осям он опускается, с велосипедными звездочками, господи боже, у меня все связано цепью. Это совершенно непродуктивная вещь. Вот, ребята, просто как трусы. Маятник. Все. Одна ось, и один регулировочный болт. И весь станок. И можно делать хоть пильный, хоть строгальный, хоть шлифовальный, да хоть что хочешь. Да можно даже и фрезерный, только фрезер должен вот тут изменять свою вертикаль. Даже и так, да. Тут у меня зажималочка, вон там фанерочка внутри. Он говорит, щик, винтик, прижимает, все, уже не сдвинешь. Допустим, если мне надо поставить где-то и ввести в тело, ну, какой-то паз прорезать, черт узнает. Ну, все. Вот такой станочек. Вот так вот он режет. Просто-напросто чудо режет. Трехкиловаттник. Попался мне хороший двигатель. С бирочкой, все дела. За две с половиной тысячи мужик отдал. Вот это вообще на сегодняшний день прекрасная цена. Так бы все время. А то приедешь, блин, тысяча четыре или пять просит, там ни бирки, ни хрена уже, ни вентилятора, ни крышки. Что-то с двигателями в последнее время все. Да, вот этот вот кожух, да, я его сделал из фанеры. Из тонкой фанеры втрое согнул и склеил между собой. Ну, и все, я его отнял, так он и остается. Прекрасная вещь. Тонкая фанера, она же в одной плоскости плохо гнется, а в другой она гнется хорошо. Вон она. Вон она. Видите? Вокруг вот этой вот деревянного кружочка я ее обнимал, прям намазал три сразу и начал шурупчиками прикручивать. Дырочку просверлил, шурупчик прикручивал и далее, далее, далее по изгибу вокруг. Все, потом шурупчики откручиваешь, она уже не разогнется. Так можно делать всякие вот защиты. Ну, тут защита-то она от чего? От того, чтобы ты рукой не того и опилки летят куда ни по пути. Весь станок и мезостром. Ну, ладно, хрен с ними. Я не буду даже заморачиваться на каком-то направлении опилок. Как говорится, взял магнитиком, собрал, да и весь хрен там щеточкой подмел. Ну, вот, ребят, рассказал, да? Станочек. В принципе, это если он нужен кому-то такой большой делать, можно гораздо компактнее его сделать. Тут важен сам принцип устройства такого станочка. Чтобы была возможность добавить и прорезать. Вот видите, какой у него сзади в зубе подпор такой. Вот, поставили. 4 800. Проф. Снастка. Эксперт. Называется диск. Проф. Снастка. Это фирма. Номер 535. Во все инструменты я его купил, мне ее прислали. Отлично. Я еще хочу себе купить на фрезерный станок на металлообрабатывающий. Там тоже очень удобно, допустим, подать. Там, знаете, все столы туда-сюда заходят и вверх, и вниз, и в поперек. Но хочу купить маленького диаметра, если вот найти. Что-то я не нашел пока что. Ну, так бы диаметра там, допустим, ну, 150. Вот это было бы по делу мне. Вот. Берите на вооружение, друзья. Если кому надо резать железки, конечно, тоже. Я с ним провозил, наверное, целый месяц. Но если заниматься очень плотно, ну, может, провозить и недели-две. Пока все придумаешь там. Ребята, берите на вооружение, кому надо. Ну, так вот. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова